Когда мама ненавидит В этом доме я хозяйка Вера, это никогда не закончится! А сестра заздрит Почему тебе Верка? Ни никола, ни двора Как берегти нареченного от родинных чвар и защитить свое счастье? Счастья Життя медсестры Веры было размиренным и спокойным Аж пока у лекарни вона не познайомилася с Романом який проходил обстежение после возвращения за кордоном Вера, можно от тебя на минутку? Да, конечно Ира, ты иди, я сейчас догоню Ну смотри, не опоздай Вера, в общем я думал много красивых слов ну, придумывал и, короче забыл В общем, выходи за меня замуж Конечно, я тебя люблю и я хочу, чтобы ты стала моей женой если ты не против Нет, я согласна Вера Только не сейчас же, а правда чуть-чуть попозже Мы встречались с Ромой пять месяцев и две недели и все это время я мечтала как меня Рома позовет замуж а когда он позвал, я испугалась Верк Ну ты подпольщик А ну-ка, Али, что у вас? А то ты не заметила Любовь И ты столько времени его прятала даже от лучшей подруги Ну спасибо Кир, да я его от всех прятала А то если бы мои узнали, что я уделяю время кому-то больше, чем им не пообиделись А то они бедные, обижены твоим вниманием Да ты их меньше слушай Они привыкли у тебя на шее сидеть А тебе, между прочим, пора замуж выходить А он, кстати, не намекал? А как ты думаешь? По какому поводу цветы? Да ты что! Поздравлял, Юйки! Ну что, когда свадьба? Но мы не спешим Я пока своих подготовлю А то они же как малые дети без меня и дня не смогут прожить Да какие там дети малые, большие эгоисты Да ты из-за этих трудней за 24 года ни разу в отпуске не была Совести у них нет Да перестань Они хорошие Просто не приспособлены к жизни Ну конечно А зачем им париться? Ты же за них все делаешь Короче так Завтра говорим про жениха и переезжай к ним Нет Я так не могу поступить со своей семьей Им будет больно Да что ж ты за дура-то такая Вер Они расстроятся, что они теряют няньку, уборщицу и прислугу Короче так Если ты упустишь этого парня Запомни Всю жизнь будешь выносить горшки за мамой отчимом, их дочкой и внуком Запомни Ира конечно грубо говорила о моей семье Но в принципе так и было Я всем была и мама, и няня Но это потому, что я любила свою семью Вере не давали спокою слова подруги И вона вырешила честно Розповісти про веселье своей семьи Та ее родни были заклопотаны Своими справами Юрочка, а ты знала, что отвары сухой сирени Убивают морщины? Зачем мне это знать? У меня их нет Блин, зато на юбке сплошные морщины Вера? Опять юбку забыла мне погладить Привет Привет Тетя Вера Смотрите мне какао, а то они не хотят Всем привет Здрасте Привет, привет Так, Алик Сначала Вера сделает дедушке отвар из льна А ты пока поеди на кухню, попей компот Ну уж нет Сначала Вера погладит маме юбку А то мама и на вторую пару не пойдет А мне сегодня предложение сделали Юля, вечно ты со своими юбками лезешь Верочка сначала сделает нам отвар с папой Только ему из льна, а мне из сирени Вы меня не слышите? Меня замуж позвали Да? И кто этот неудачник? А почему сразу неудачник? А что, у него есть крутая тачка, особняк и яхты? Нет Ну и кто он после этого, а? Вер, ну бросай этот веник, погладь мне юбку, а? Верочка Юлечка может и цинично слегка Но она права Быстрее всего это какой-нибудь проходимец, которому от тебя что-то нужно Неужели вы считаете, что меня нельзя полюбить и позвать замуж? Верочка, ну будь реалисткой Вон Юлечка у нас какая красавица И ту замуж не взяли Бросил подлец с ребенком И кстати, еще одного в подоле я не пережду Значит, вы за меня совсем не рады? Ну почему же? Рады, рады Но я буду еще больше рада, если ты нам приготовишь завтрак, а папе сваришь его отвар Ром, а ты далеко отъехал? Обернись за мной сейчас Я собираю вещи Я ждала от семьи поздравлений И готова была еще с ними пожить Но когда я увидела их реакцию Сразу захотелось уехать Вера, а ты хорошо подумала? Как видишь Может не стоит делать глупости? Как можно выходить замуж за человека, которого ты совершенно не знаешь? Мама, мы знакомы полгода Насколько я помню, то с папой мы были знакомы всего лишь два месяца Но тогда время было совсем другое А ты подумала, что будет с нами? Я болею, Юля учится Алик никому покоя не дает А у папы язва, а он тебя, между прочим, удочерил и дал крышу над головой Так что, мне до конца жизни вам прислуживать? Мне уже 24 года А сейчас вообще модно замуж выходить после 30 И Юля как раз да учится, и Алик подрастет Буквально за два часа моя семья стала для меня чужой И мне хотелось поскорее уйти из дома, который я никогда не считала своим Поскольку только и слышала, что меня приютил отчим Когда за верою приехал нареченный, все пошло не так Стены дома никак не отпускали девчину До свидания, приятно было с вами познакомиться Как только устроимся, пригласил в гости Познакомлю вас с мамой А куда ты уезжаешь? С кем я пойду гулять Я буду приезжать к тебе в гости А ты ко мне, договорились? Принесите мне воды и мои таблетки Мама, что с тобой? Как всегда, от давления Ты, главное, не переживай, дыши спокойно Сейчас я померяю Не подержи Мама, может, в скорую? Не надо Как будет, так будет Ух, какая радость Алик Новые штаны Ну и ходи теперь, как свинья Больше переодевать не буду Алик, черт тебя побери Это ж мои капли Алик, они же как полмашины стоят Юля, ты когда своего сына в конце концов воспитывать начнешь? Он, между прочим, твой внук Бери, воспитывай Я вас умоляю, прекратите Мне без вас дурно Ну, в принципе, давление нормальное Может, сердце? Скорее всего Верочка, ты должна остаться И проколоть меня хотя бы недели две А иначе... Конечно, конечно, мамочка Я останусь и проколю тебя Ромочка, я должна остаться Ну, ты не против Чому мама против? Вера Остапчук, медсестра Живе с мамой, племянником и сестрою в квартире від Чима Неочековано, ею свідчуется пацієнт На что піде Вера заради кохання Конечно, конечно, мамочка Я останусь и проколю тебя Ромочка, я должна остаться Ты не против? Конечно, нет Если такое дело, я тоже останусь Рома все-таки молодец Нашел правильный выход Но главное, что я тогда поняла Не каждый мужчина захотел бы остаться в таком дурдоме А значит, он меня любит по-настоящему З появою майбутнього зятя Звичное життя у Стапчуків змінилося Та чи на краще Вера, после того, как сделаешь мне окольчик За что поешали кушать? А то на нем все горит, как на вулкане А что, суп еще не готов? Сейчас творю, я просто Роме завтрак готовила Ну, конечно Мы можем и подождать Верочка, мы давно голубцов не ели Я за ним так соскучилась Приготовишь? Хорошо Ой, а мне нельзя, голубцы Мне лучше запеканку из кабачков А потом, мне мешало бы и шторы постирать А то скоро и окна видно не будет А вы бы не могли обойтись сегодня без веленной помощи? То есть? Ну, сами посудите Вера пришла после суток и днем не спала То одно, то другое А сегодня ночью Алик просыпался четыре раза Что-то я не слышала Никто не слышал, как он орал Одна Вера А у него, между прочим, зубы болели Ну, Верочка же у нас медик Вот она всех и лечит Медику тоже нужно отдыхать Все, мне пора Вера, пойдешь? Конечно Бутерброды только не забудь В этом доме я хозяйка Всякие советчики в виде ромы Мне здесь не нужны Верри подобалася роль майбутньої дружины Ей коханий был турботливым и мав добру вдачу Пара с нетерпением чекала переезду Для родичей майбутний зять був, как кистка в горле Моя семья действует тебе на нервы Только честно Ну, если честно, я не в восторге Рома, они хорошие Просто ты их плохо знаешь Они очень деликатные Верлин, да полный пипец Зачем ты мне в шкаф эти куртки повесила? Ну, это же твои куртки Они должны висеть в твоем шкафу и в твоей комнате Ты не видела, что там висят отутюженные блузы и куртки их помнут? Пошли, у тебя висит Юль, у меня сейчас не будет места Пока не было Роминых вещей, пожалуйста А сейчас негде Ну, блин, вы только о себе думаете Вам что жалко, а? Юль, а мне вот интересно Как ты будешь брать свои вещи? Ты каждый раз будешь влаунься сюда без стука и нырять уверенно в шкаф? Ясно У нас в доме завелся моралист Твоя семья может претендовать на первое место по хамству и эгоизму Вера, а ты не забыла, что тебе скоро Алика на улицу везти? Нет, дорогая, сегодня ты будешь гулять с своим сыном Потому что ты выходная, а у нас с Верой другие планы Какие еще планы? Я хотела в солярий сходить А мы с Верой едем в торговый центр Потому что мне не нравится, что у моей будущей жены очень мало вещей и пустой шкаф Да пошли, Юль Ну, зря ты так Она обиделась Скоро там уколы твоей мамы заканчиваются Я хочу побыстрее отсюда уехать Я хотела примирить семью Но получилось так, что конфликт разгорался все больше и больше И это было только начало Девчина разрывалась, чтобы догодить всему А за хатными справами и свиту Белого не бачила Ты что, варишь борщ? Нам же с папой нельзя Это я Роме, он очень любит А когда ты сваришь папе обычную суп? Сейчас сварю Я не могла оставить Рому без обеда Он пришел после работы и сразу побежал за Аликом в садик Кстати, Алику ты сварила какао? Его еще нужно остудить, он холодное любит Сейчас сварю и остужу Как еще не готов? Сейчас придет этот ребенок и будет орать, как резанный И все из-за твоего Ромы Мама, через час будет готовый суп и какао и каша Ммм, как вкусно пахнет, ты моя золушка А где Алик? Алик надулся, пошел к себе Ты что, обидел ребенка? Нет, я просто прочитал ему лекцию Перед этим чуть не сгорел со стыда Воспитанница сказала, что Алик единственный ребенок в группе, который не умеет читать и писать Бедный мальчик, над ним же дети смеются Вера, нужно не жалеть, а заниматься с ребенком Так что давай, с сегодняшнего дня будешь учить его письмо и чтение Отличная идея, только Вера сегодня не может Мы идем в кино, билеты уже купили Так что придется бабушке с дедушкой хотя бы час в день уделять внуку внимания Никаких билетов, естественно, куплено не было Просто Рома оказался на удивление находчивым и упрямым И решил не сдаваться перед моей семьей Но семья тоже не хотела сдаваться Вера Давай лампу новую купим Это не лампа, а хлам какой-то Давай Я даже знаю, какой я хочу А соляную с кристаллами Она помогает от бронхита и кашля Рома, Вера Вы долго еще спать собираетесь? Да хоть до обеда, у нас вообще выходной Ну вот и прекрасно, что выходной Значит, вы сможете отвезти нас на дачу? У нас другие планы, мы собирались поехать матрас купить, потому что на этом инвалидом можно стать Ну вот так всегда, вы думаете только о себе А на даче много работы Нужно яблоки собрать, веранду покрасить, окна утеплить А на электричке вы не можете поехать? Нет Я лучше с девятого этажа прыгну Рома, а ты, если не хочешь отвезти нас на дачу, так помоги мне починить машину Да машину, в общем-то, тоже не часто чинить Так мы едем или нет? Ребенку надо велик с дачи привезти А то во дворе все на велике катаются, а он как бомж сидит на лавочке Что с машиной? Да пьюсь ее знает Я лет шесть уже в гараже не был Хорошо, поедем Вам час на сборы хватит? Постараемся И на том спасибо Это капец какой Ну, если вы все вместе едете, то для меня там места нет Рома хотел, чтобы я отдохнула Но он плохо знал мою маму Для нее мой выходной виделся как генеральная уборка, помноженная на стирку и готовку Родина поверталася с дачи Та вперше в жизни Віра в супереч маминому наказу не приготувала вечерю Роман поспешив скористатися ситуацией Ой, вы куда? В магазин? Купите папе кефира, а мне брокколи На обратном пути, если супермаркет будет открыт, мы идем в пиццерию Как? А мы? Какая пиццерия? Вера, ты ужин приготовила? Я не успела, но там есть размороженная курица и фарш А кто ее будет готовить? Соседка? Кстати, соседка угостила вот баклажанами, помидорами Приготовьте рогу Кто? Я? Рома, с моим давлением стоять возле плиты нельзя Пусть Виктор Никитич с Юлей приготовят Они целый день отдыхали на даче, а Вера впахивала, как лошадь Пошли О, а вы куда? В магазин? Как же, они идут в пиццерию ужинать А о нас уже никто не думает Мы остаемся голодными Ну зачем вы так? В холодильнике есть продукты, их просто приготовить надо Ну так приготовьте, а тогда идите Юля, а больше тебе ничего не надо сделать? Я целый день впахиваю на даче, а вы отдыхали все Я еще буду ужин вам готовить Так почему Вера не приготовила? Потому что Вера целый день стирала и убирала Пошли Вера, твой Рома на тебя дурно влияет Всего лишь не даю сидеть у нее на шею Вечер прошел скучно Пицца не лезла мне в горло Я все время думала о голодной семье А Рома сердился, что я такая дура Зранку Вера вы решила загладить провину перед родными Та перемирие выдалося коротким Ммм, блинчики? Ой, какая ты молодец! Мы так за ними соскучились А как вы вчера погуляли? Нормально А мы тут вчера в сухомятку давились вечером Пока вы в ресторане сидели, папа, между прочим, с больным желудком Давился бутербродами, я консервированным горошком А Олег вообще сырой творог ел Сейчас я организую вам быстренько завтрак Тут у нас с блинчиком есть мед Клубничный джем и сметана Всем привет! А ты что, сегодня в 6 утра проснулась? Зачем? Я хотела до работы нажарить блинчиков Блинчики! Какая ты молодец, Верочка! Я очень люблю блинчики Ром, а ты что, все забираешь? Ну да У меня сегодня очень много работы Поэтому в столовую я не успею Рома, а может ты и о семье подумаешь? Так семья целый день дома сидит Кстати, вот и тесто осталось Можете себе напечь Верочка, а мы спешим, пойдем я тебя до больницы подкину Мам, вон мука стоит, добавишь в тесто Верочка, мама знает, где стоит мука Пойдем Рома в тот раз перегнул палку И его поступок я не одобрила И считала, что он должен быть мягче Но Рома считал, что он никому ничего не должен И уступать не собирался Того вечера Вера чергувала в лекарне Мама с Ветчимом проводили час За улюбленной справой И даже не догадывались Какой сюрприз готовит им Винахидливый зять Здравствуйте Здравствуйте И что это? Это нужно переработать А там еще в машине крышки с банками Нужно принести Ну, вы салатики с СТ умеете делать? Вот Вера завтра с дежурства придет И закатает Мы просто такого никогда не делали Да, Оля? Нет, 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 нет Верочка завтра придет с работы и будет отдыхать А вы берите книжечку по рецептам и начинайте читать Учиться никогда не поздно Вот Нет, спасибо Мы лучше Верочку подождем Да Знаете, на Верочку у меня другие планы Мы завтра с Верой едем покупать обои Мы начинаем ремонт У тебя в квартире? Нет, Виктор Никитич, у вас А, кстати, да Еще нужно купить унитаз, плитку Ну, тут есть по списочку А деньги? Вы свои купите, квартира уже общая О, Боже Ненавижу эту грязь, эти ремонты А делать это все кто будет? Работа сейчас не бешеных денег стоит Да, Оля Я сам все сделаю Я три года жил в Европе, делал евроремонты Вот Правда, придется делать после работы На месяц второй затянется Ну, ничего, потерпите Вот это сюрприз Наступного ранку Вера поверталася с чергування С надеей, вкотре всех померите Та было уже запиздно Мам, откуда это все? А это все твой Рома Решил нас в гроб загнать Принес овощи 200 крышек для консервации Ремонт решил еще затеять Да, вот унитаз ему новый подавать Плитку для ванны новую Разошелся Ну да Он у меня такой Хозяйственный Рада за тебя Вот только пусть хозяйничает у себя дома А нам ремонтировать ничего не надо Пусть едет уже с Богом Вот как Даже не знаю, что сказать Но Рома без меня никуда не уедет Ну так и езжайте Яку правду мама роками приховувала від Віри 24-вічна Віра виконує всю хатню роботу Роман кличе Віру заміж І поселяється під одним дахом з її родиною Скандали не вщухають Що приголомшить Віру І змінить її життя назавжди Пусть едет уже с Богом Вот как Даже не знаю, что сказать Но Рома без меня никуда не уедет Ну так и езжай с ним Мы уж лучше как-нибудь без тебя обойдемся Чем жить с таким вулканом под одной крышей Вы серьезно? И не обидитесь, что я уеду? Да какая тебе разница? Езжайте уже А то у меня скоро голова от вас лопнет Я никогда не думала, что с такой радостью Буду покидать дом Но я ошибалась Он все равно меня не отпускал Речи спаковані И здавалося цього разу нічого не зможе завадити переїзду закоханых Протеродити було ще рано Ну все, мы поехали Поехали без меня Ну девочка, ну что ж тебе так не везет? А со спиной-то что? Была в медпункте Сказали две недели лежать в постели И благаату делать Вера, а ты можешь взять отпуск, чтобы со мной посидеть? А Вера от нас уезжает Ты ж не видишь чемодан? Ты нифига себе Как же мы? Видишь, Юлечка Вера теперь не до нас Вера! Я ж должна две недели лежать в постели Благаату делать Опять же Али Рома, я должна остаться Вера, опять? Ну Вера, это никогда не закончится Пусть нанимает себе сиделку или няню С меня хватит же А вот ты и езжай А Вера остается Если любишь, подождешь Вера, поехали Я плачу им сидел Я не хочу, чтобы ты здесь оставалась Решайся или сейчас, или никогда Ой, ой, ой Вы меня сейчас убьете У меня язва сейчас откроется Ром, ну нельзя так Я не могу бросить больную сестру и семью Вера, это никогда не закончится, понимаешь? Я знаю, тебе придется их носить на горбу до конца своей жизни Рома, искать тебе дорога Мне было больно, что Рома ушел Но я его понимаю Чтобы терпеть мою семью, ее надо любить Я люблю их и все им прощаю А Рома, получается, не очень любит меня, если сбежал Прошло деколька дни Ведромы не было ни звездки, ни смс, ни дзвенка Вера, можно тебя? Или ты не хочешь со мной говорить? Привет, ну что ты Я очень по тебе соскучилась, а ты? Не то слово, даже спать не могу Вера, у меня для тебя подарок Соляная лампа С кристаллами, такую, какую ты себе хотела Спасибо большое Или ты уже себя купила? Куда там? У нас дома такой дурдом Он Юльку вообще в больницу положили Мама с папой устроили соревнования себе У кого больше болячек Алика в садик некому отвезти Не продолжай, то лопну от стыда, то что оставил тебя Слушай, давай так Я возвращаюсь, я беру на себя Алика Беру на себя походы в больницу Ты продолжаешь готовить кушать и ходить на работу Идет? Ромка, ты как Дед Мороз Ты что, такой старый? Нет, всегда с подарками и сюрпризами Прости меня, что я тебя встала Я была на седьмом небе от счастья Мне попался самый лучший мужчина в мире На то, что он самый лучший, заметила еще одна девушка Давай, побежали к маме, давай Привет, Солочи Здравствуйте Здравствуйте Привет, я принес тебе печеночный торт Рыбу в кляре И персиковый пирог Да, и куда мне столько, мне диета Подождет твоя диета, пока тебе выпишут Сейчас уже набирается сил и витаминов Покажи, что нарисовал Показывай Это тебе Боже, какая красота Спасибо, сыночек Боже, Ром, Ром, подожди, что у нас за подушку Так? Нет, опусти немножко пониже Ниже? Давай Я думаю, так будет хорошо Ну, хорошо, выздоравливайте, Юля Если что надо, звони Хорошо Пойдем Что ж ты мне сказала, что у тебя такой муж хороший, а? Повезло тебе, дорогуша И как отец золота, и хозяйственный Это будущий муж моей сестры Вот как А ты уши развесила И смотришь, как твое счастье мимо проплывает И не ловишь Ведколи Роман повернувся, в Вире стало значно легче Счастлива наречена не пометила новой беды А ты ничего не слышала? Что, катастрофа какая-то случилась? Ага Катастрофа И прямо у тебя под носом Ромка твой Начал к Юльке в палатку захаживать И у них там шуры-муры Ир, ну что ты говоришь? Это я попросила Рома, чтобы он принес Юле еду и сводил в парк Ну и дура Отобьет она у тебя мужика Ира, перестань говорить глупости Рома смотрит только на меня Зато на него смотрят Он санитарка с пятого этажа видела, как они с Юлькой по парку гуляли И она ему на шею вежилась А Ира таки права Юля давно хотела мужа и такого, чтобы и ребенка любил и все по дому делал Вот и положила глаз на Рому Вера вырешила боротися за свое счастье Только сейчас она усведомила, как сильно любит Романа И как будет больно, чем втратить его Больше ты к Юлю в больницу не поедешь Почему? Тебе же сложно и готовить, и проведать Ничего, переживу Мне уже надоело, что вся больница говорит о том, что моя сестра вешается на шею моему будущему мужу Это правда? Да Я ничего не хотел тебе говорить, чтобы не огорчать Но походу Юля решила, что я замуж на жене Я до последнего думала, что это сплетни Повезло мне сестрой Я немного успокоилась Но это были только первые звоночки Настоящий удар Ждал меня впереди Привет Привет А где Рома? Я не поняла, тебе Рома нужен или передача? Ну, в принципе, передача Ну так получай свои передачи и не цепляйся больше к чужим мужьям Ах вот ты о чем Начнем с того, что он тебе не муж Муж он мне или не муж, это не твое дело Он любит меня, и ты ему не нужна Откуда такая уверенность? Да если бы я захотела, он уже давно бы моим был Приятного аппетита Юлю, конечно, ничего не остановит Но я Рому не отдам Потому что не было больше старой жизни и прежней веры Я поняла, что я стала другой Юля одужала И того же дня закохані готувалися переїхати до Романовой и мамы Утім, молодша сестра так просто не сдавалася Юля, что ты хочешь? Скажи честно Честно? Чтобы ты не уезжала и остался со мной Ну посуди сам Зачем тебе Верка? У нее ни кола, ни двора Это мужская проблема думать о жилье Вере не за чем об этом думать Так ты бы мог об этом не думать Мне останется эта квартира Я смогу родить тебе ребенка? А Вера не сможет Это еще почему? Как? Она тебя скрыла Выдает А у нее не может быть детей Болезнь какая-то врожденная Ничего, переживем Возьмем с детдома Рома Для мужчины главное воспитать своего ребенка Ты хочешь Детдомовского Юля, я люблю Веру Я хочу, чтобы она была со мной На этом разговор закрыт Что ты делаешь в моей комнате? Раз уж что-то пошло То, что ты делаешь в квартире моего отца Не волнуйся Мы сейчас уйдем и больше сюда не вернемся Не забудь выписаться Нам левые жильцы в квартире не нужны Вера, где твой паспорт? Сейчас же поедем в паспортный стол И ты выпишешься из этого гадюшника Хорошо Я хотела поскорее выписаться И не вспоминать про этот дом А оказалось, что я никогда не смогу его забыть Слова паспортистки были небыгрим Средь ясного неба Как? Я всю жизнь слышала, что это квартира моего отчима И квитанции четко приходили на его имя Остапчук В.Н. Виктор Никитич Подожди, а какие твои инициалы? Тоже Остапчук В.Н. Вера Николаевна Отчим же мне специально дал свою фамилию А отчество-то осталось родного отца Получается, квитанции приходили на твое имя А ты этого и не знала Так Надо срочно ехать к маме И прояснить эту ситуацию Почему квартира оформлена на меня? Нет, 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 подожди, подожди Человек, который врал тебе всю жизнь И скажет правду сейчас Мы проверим документы, но в тайне от них, хорошо? Мне было не по себе, что от меня что-то скрывали всю жизнь Что меня дурили И я не знала, как вообще можно верить людям Не минуло и тиждень, як пошуки привели Веру До брата и ее покойного батька З яким родина Остапчуків Давно не підтримувала звязків Ну да, здесь все верно Нет, ну всего я мог ожидать от твоей матери, но такого Нет, Саш, ну вот зачем она это сделала? Ну, во-первых, твоя мать не любила свою свекровь Маму твоего папы и мою Ну а я тут при чем? А во-вторых, ты очень на нее похожа И зовут тебя Вера Твой папа назвал в честь нашей мамы А как квартира оказалась в собственности Веры и чья это квартира? Нашей мамы, Вериной бабушке Моей бабушке? Да Мамы моего родного отца? Да Понимаешь, когда твой отец погиб, твоя бабушка через месяц ушла вслед за ним Но успела оставить завещание тебе Зачем они скрывали от меня это? Как зачем? Чтобы забрать твою квартиру и чтобы ты всю жизнь чувствовала себя должницей Позже я докопалась до правды и узнала Когда мне исполнилось 18, мать за взятку вступила в наследие без меня самой Что ты будешь дальше делать? Не знаю Мне так надоела моя родня Видеть я больше не могу Вспадает с этой квартирой, но ноги моей больше там не будет Нет, Вера, ты не права Бабушка оставила квартиру тебе, а не каким-то чужим людям Ты хочешь, чтобы я за нее боролась? Ну разве нам не хватит места в твоей однушке? Нет, ну в принципе хватит Все равно у нас не будет детей Почему не будет? Ты же не можешь их иметь из-за болезни Что за бред? Кто тебе такое сказал? Юля твоя сестра И снова моя родня во всей красе Ну уж нет Этого я им не прощу Пусть прощаются с моей квартирой Нет На меня за эти дни вылилось столько лжи Что меня уже тошнило Я понимала, что родню надо проучить И наказать О, какими судьбами? Вы же вроде все вещи забрали Или ключи привезли как раз вовремя Наоборот Я приехала забрать все ключи Потому что я хозяйка этой квартиры И я буду решать, кому давать ключи, а кому нет ЧИ НАВАЖИТСЯ ВІРА ВИСЕЛИТИ РОДИЧІВ? ВІРА ЗБИРА ЗАМІЖ ЗА РОМАНА Її мама недолюблює хлопця А сестра хоче звабити Роман конфликтує з родичами Коли виявляється, що квартира відчима Належить ВІРІ Про що змовчав наречений? ЧИ принесе ВІРІ счастья? Бабусина квартира Я приехала забрать все ключи Потому что я хозяйка этой квартиры И я буду решать, кому давать ключи, а кому нет ЧТО ЗА БРЕД? Это папина квартира И ты должна была выписаться А ты вообще молчи! Как у тебя повернулся язык сказать Роме, что я бесплодна? Юля! Так это ты дров наломала? Кто тебя просил совать нос, куда не надо? Идиотка! А что ты орёшь? Или... Или это правда? Папа! Да что уж тут играть кошки-мышки? Это квартира Веры Что? Мне интересно, зачем вы всю жизнь мне внушали, что папа Витя меня приютил и дал крышу над головой? Зачем вы мне врали? Да потому что эта квартира по праву принадлежит мне А эта старая дура на зло мне подарила её тебе! Ну как ты можешь такое говорить? Я же твоя дочка! А я разве тебя обижала? Я тебя выучила? Дала образование! Стоп, стоп, стоп! Я это слышал уже раз в десять! А мне интересно, а как мы дальше будем жить? Ты же нас не выгонишь на дачу! Я ещё раз убедилась, что моя родня неисправима! И с них как с гуся вода! На семейной нараде было решено разміняти спільную квартиру и разъехать. Но мама вперто не принимала новых правил. Вера! А что, только четыре котлеты? А как мы её делить будем? Никак! Это для меня и Ромы! Что за наглость? А нас что? Уже из-за людей не считают? Вера! Ну как ты можешь так с мамой поступать? Ну ты же знаешь, что у неё давление, у меня желудок! Ты хоть иногда вспоминай, что мы больные люди! А зачем ей больные родители? Мы её вырастили, воспитали, дали образование! А теперь можно от нас и ноги вытирать! Угу! Теперь же у неё есть Рома! Он дороже нас! Хватит! Я это уже слышала! Ещё раз заведёте эту пластинку, я напишу в прокуратуру заявление. За подделку документов. Так что сидите тихо, до самого разъезда. А то я передумаю, поедете жить на дачу. КОНЕЦ Кілька дней Вірина мама майже не з'являлася вдома. Вона не шпурила в пошуках компромату на майбутнього зятя. И дещо таки знайшла. Какая идея? Значит, нашли у нас с отцом грехи и сделали нас злодеями? Вера! А твой Рома тебе сказал, что он был женат? Нет. Разве ты был женат? Ну, был. Разве это имеет какое-то значение? А может, ребёнок для тебя не имеет значения? Это не мой ребёнок. Он родился после развода. Полюбуйся. Хороший человек. Свою кровинушку не бросит. А этот за два года не дал ему ни копейки. Это правда? Вера, я тебе сейчас всё... Я не хочу. Я вообще ничего не хочу от тебя слышать. Вера, ну... Не прикасайся ко мне и уходи. Ради Бога, уходи. Я не могу и не хочу тебя видеть. Мне казалось, что ложь не имела конца. Я не могла поверить, что Рома меня обманывал. Но это было так. А я не хотела жить с лжецом. И если роднее как-то могла простить вранье, то любимого человека нет. Вера впала в розпадж, бо прогнала с дому коханого. Зате рідни не приховывали радостей и проявляли до дівчины небачену турботу. Доченька, ну нельзя же так страдать. Ну в конце-то концу. Ну ничего же смертельного-то не случилось. Это только сейчас тебе кажется, что вся жизнь закончилась. Вот пройдёт всего пару недель, и всё образуется. Вера, а посмотри, сколько мама всего вкусненького принесла. Хочешь мармеладку или печеньку? Давай мы тебе чаю нальём. Да, немного. Ну вот ты умничка. Главное, не вешать нос. Ведь жизнь продолжается. И главное, что прежнее. Правда? Ведь мы же ничего не будем менять. Нет, конечно. Моя родня, конечно, не сахар, но идеальных людей нет. Надо уметь прощать, и как показала жизнь, они для меня самые близкие люди. Здавалося, Вера готова повернутися до своего старого життя. Но Роман думал иначе. Вера, постой. Зачем ты пришла? Я тебе всё ясно сказала. Вера, ну я хочу объяснить. Зачем, Рома? Я не хочу слушать очередную ложь. Я устала. Мне противно на тебя смотреть. Тогда посмотри сюда. Помнишь, я тебе говорил, что работал в Европе и делал ремонты? И что? А то, что этот документ доказывает, что я три года не выезжал из Европы. Значит, я не являюсь отцом ребёнка, потому что он родился через два года после того, как я уехал. Но зачем мама тогда это всё придумала? Как зачем? Чтобы рассорить нас. Нужна какую-то инфу и давай её раздувать. Как мне надоели эти интриги. Я не верила своему счастью и была так рада, что мы помирились с Ромой. А ещё я дала себе слово, что всегда буду ему верить. На радостях я хотела всё простить родне. Но они снова меня удивили. Мам, как тебе этот вариант? Мне не нравится этот район. Там рядом кладбище. Плохая энергетика. Мам, там до кладбища 20 километров. А как тебе этот вариант? Ты ещё сразу у нас в деревню выселил? Ты посмотри. Здесь же даже ни одного театра рядом нет. Тут великая театралка. Всем здравствуйте. Ром, я так больше не мог. Я подбираю лучшие варианты. Про нас даже не думаю. Им ничего не нравится. Верочка, успокойся. Никакого обмена не будет. Мы остаёмся жить здесь. Сами. Это что за решение такое? А на что, на улицу выселите? Нет. Почему же на улице? Почему же на улице? Я сегодня был на консультации у риэлтора. И совершенно случайно узнал, что у Виктора Никитича уже как 20 лет есть двухкомнатная квартира, которую он 20 лет сдаёт. Ты серьёзно? Вполне. Ты что гонишь? Какая двушка? Вот это. Объявление. Сдаю двухкомнатную квартиру. Печерский спуск 15. Девятый этаж. Застеклённый балкон. Этот Рома загонит меня в могилу. Ведь я сделаю что-нибудь. Ну что я сделаю, Вера? Ну когда этот Пуаро уже уедет от нас в конце концов? А Рома никуда не уедет. Он остаётся тут со мной. Почему вы скрывали от нас, что у нас есть эта квартира? Так квартира правда есть, и вы её сдаёте? А где деньги? Откладывали на чёрный день. Да! Ну и считайте, что ваш чёрный день уже наступил. Как я была рада, что квартира, в которой жили мои предки, куда меня привезли из роддома, не будет разменена. Вера нарешті залишилася у двоих із коханим у квартирі, про яку навіть не мріяла. Та ледве не забула про найголовніше. Боже, какова красота! Вера, ты согласна выйти за мене замуж? То есть за твоё роднёво вообще забыли о свадьбе? Конечно. А теперь я покажу тебе, где у нас будет детская... Детская? Я никогда не верила сказкам. Хотя вся моя жизнь была абсолютная сказка про Золушку и её принца. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова